Приветствую вас, дорогие друзья, продолжим сказать, кто Ром Тот и Вост, вот Македонская экспансия. Ну давайте, знаете, что это, Валерий. Наймём-ка здесь для коммунизона наёмничков. И выведем отсюда войска. И захватим то, что нам посоветовал Сенат, казались. То ходок нам остался совсем немножко, а нам нужно всё это дело успеть. Так, ну тут, наверное, нужно будет ещё нам флот усилить, да? Хотя бы на один корабль. Ну и также продолжаем мы здесь стоять под Гиргорией. Следующим ходом нас, вероятно, могут атаковать здесь Галлы. Нашёл Флавий Юлия, а внук Флавий Юлия у нас сейчас движется на Вильдине, дабы обезопасить Медиалане севером. Ну а вот эту тарму у нас пойдёт через Массилию тоже сюда вот. Либо... Ну я вообще хочу послать их на Вильдину, чтобы нам Массилию обезопасить от вражеских торжений. Так, ну что же, начнём. И так, ну что, Галлы нас атаковали. Соотношение здесь один к одному, у них в одной из армии есть генерал полководец, нам нужно будет его убить. Так, ну давайте, на поле битвы. Сейчас же помещаем войска. Так, 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 так. Вот этих вот мы давайте так вот поставим сюда в линию по прямой, которых 30 давайте немного позади сюда поставим. Также велитов позади нашей пехоты. Так, так, гастатом включить режимы обороны. И также стрельбу, чтобы они кидали спилмы. Так, тоже. Ну и всё к кавалерию. Давайте переведём, как всегда, на один фланг. И начнём битву. Так, здесь подкрепление них рядом. Опа. Так, ну-ка давайте. Вот так вот возьмём. Отряда 3. Сюда вот давайте. Чтобы нам встретить там, как обо все оружие. И отряд велитв бросим её на помощь. И плюс мы сейчас перебросим туда нашу кавалерию. Ну а вот этих всех тогда давайте в прямую линию расположим. Вот так вот. Давайте быстренько перемещайтесь. Сейчас мы разобьём вот эту вот армию, которая нам с тыла. Продвигайтесь к нам. И придём на помощь. Оставшимся отрядам нашим. Так, давайте атакуйте сходу. Давайте в центр. А вы занимайте вот этот фланг. Плюс сейчас подойдёт наш кавалерик. То есть как-то она недружно подходит. Сейчас мы там нанесём им удар и разгоним. Постараемся разогнать вот эту вот армию. Так, наши гастапы уже пошли вперёд. Опа. Один наш отряд всё-таки прошёл здесь по флангу и прошили мы... ...зажатскую зупыровку. Так, один отряд туда прорывался, пожелается у нас. Чтобы ударить с тыла. Ну-ка давайте перехватить их. Так, всё, теперь вот эти вот... Так, ну тебя пока гоняются, а вот эти вот войска переводим сюда, давайте. ...на помощь. Ой-ой-ой-ой, баста зачем-то в голову. Давайте сюда идите тоже. Держитесь, сейчас мы подойдём. Там кто велит, получается, гоняются, что ли? Ну да. Ах, нет, стоп, 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 стоп. Давайте кавалерию на эту сторону лучше. Потому что с той стороны идут отряды врага. Наш центр здесь... ...находится под мощным ударом. Давайте помогать нашим бойцам, которые в центре сейчас истекают кровью, но не сдаются. Ну-ка давайте... Опа! Здесь, значит, подошли к велитам мечники. Так, здесь мы всех разогнали... ...давайте теперь сюда встаём... ...давайте теперь сюда встаём. ...ещё одну группу... ...влага уничтожить... ...ещё одну армию, так сказать, с позволения. Так, нам нужно внимательно следить, так как враг может... ...встеть нас с фланга. ...с тыла. Поэтому кавалерию лучше, конечно, далеко не убежать. Так, кстати, пока отходим... ...на нас тут багажеские мечники. Так, ну-ка давайте... ...давайте сюда... ...вгляжний генерал ворвался с самой середины нашего войска... Так, ну что, один зажерских руководств был убит, теперь давайте вот этого вот варвара военачальника. Е-е-е-бей, ну давай-давай за ним, за ним, за ним. Не выпускайте его. Блин, теперь, походу, придут штурмовать нам этот город. Если наш кавалерий сейчас его не... Анна, скорее всего, его не догонит. Что он бегает, ну, вокруг да ловко он. Ну давай, ну уже лёгкие всадники, должны его догнать, нагнать и убить. Ты посмотри на него, а. Жалко мне обычников не... неким его зацепить вообще. Ну всё, теперь он убежит, скорее всего. Тем более, тут нам путь перекрыли. Да толку нет бегать за ним. Всё равно не догоним. Давайте лучше добьём он тут армию здесь. Оставим его совсем без войск и возьмём город штурму. Всё равно город будет мой. Так, вот эти, походу, из города тоже мы с ним. Давайте, в первую очередь, их уничтожайте. А ещё вот сейчас мы разделимся. Да, жалко, чтобы начальник убежал. Придётся ещё раз с ним сражаться, штурмовать город. Хотя, конечно, город не укреплён здесь. Будет намного легче всё это дело сделать. Давайте, можно на быту проходить. Так, давайте, вот эти перехватываем. Ну всё, победа, в принципе. Остатки войск врага убежали. Убили мы свыше двух тысяч. Так, ну и сами потеряли около двухсот. Около трёхсот, а нет, да, около двухсот. Получили много наших воинов. Боевой опыт. Даже два отряда у них каких-то мостов. Греки снова воюют инкидонцами, как неизвестно где. Итак, в Ореце у нас, значит, делают принципы. Давайте здесь сделаем ещё один корабль, напомню. Ну, чтобы усилить наш флот. Так, медиалани, сегестра, сегестра, сегестра. Ну, пока. Офигеть, у нас население некого делать, пока давайте оставим. Видимо, у нас гастата, ну, давайте ещё гастата, может быть, сделаем. Так, ещё нам нужно сделать... Так, а Масили, Масили, ещё нужно укрепляться. На всякий случай, потому что мало ли что. Так, у нас, значит, Масили, расчищенные поля. Ну и всё, пока у нас больше ничего не сможем сделать. Население ещё довольно маленькое. По-прежнему наша экономика в кризисе. Так, осаждаем вильдиней. Подводим подкрепление. Так, ну вот это армия, как я уже говорил. Давайте пойдём на Вурдуном. Так, ну что здесь будем делать? Конечно же. Пойдём на штурм. Пойдём на штурм. Он думал, гальский, командующий генерал Думы, он забежал от нас, ещё будет. Пойдём на штурм. Пойдём на штурм. Но это будет его посадка. Креперил в логике, а там мы здесь, хоть кого сможет, не берём. Кто-то может, уже придёт к обороне, соответственно. Так, ну что тут у нас? Блин, ну додумались, кому дать тазану, а? Там в отряде осталось 19 человек, а не дали им тазану. Ну, ё-моё. Давайте мы вас поменяем, бля. А вы возьмите вот всё. Теперь всё в порядке. Ну давайте двигайтесь сюда. Вы на ворота. Ну а вы вот с этой стороны ломайте стены. Давайте ускоримся, чтобы тут было всё очень долго. Ну что здесь в угол. Два каких-то отряда, но, видно, не очень больших. Я думаю, здесь, в принципе, кавалерий хватит вполне. Да, здесь у них самое что ни на есть, лёгкая пехота, самые начального уровня. Ну у нас тоже гаста от самого начального уровня вообще-то. В принципе, это по идее. Я думаю, что теперь мы сделаем кавалерий, наверное. Сейчас ломается ворота. Всё. Да блин. Давайте вперёд. Всё, сейчас мы кавалерий убьём всех. Блин, как-то неаккуратно получилось. Сначала всадники, то сейчас... Всадников-то они могут разогнать под отряд, потому что подходят они недружно. Ну давайте скорее, 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 скорее. Сейчас всадников они у нас... Один строит и уничтожит. А то и два. Ещё и опыт боевой получать. Смотри на них. Правда, и наши всадники получили, кстати, когда К2-22 осталось. Уже 19 единичков получили. Ну всё, теперь давайте остатки защитников убьём. И всё, город наш. Итак, понесли мы здесь, конечно, потери. Сколько у нас получается? 31. Больше, чем лак. Кстати, Гастат нам даже дали, Триари им дали единичку опыт. Хотя здесь, в этом сражении, даже они не сражались. Ну что с ним нельзя делать? Давайте уничтожим, может быть. Или занять поселение. Так, ну давайте уничтожим. Фиг с ними. Они всё равно нарожают. Вырастут быстро. Ого, 700 осталось. Лучше бы я оставил. Честное слово. Ремонт здесь нужно проладить. Площадка для облучения давайте. Итак. Ну, по крайней мере, всадников с Гастатом здесь можем нанять. А соответственно, и переблучить. Давайте, в первую очередь, будем переблучать неголи наши пострадавшие отряды. Извините. Немного приболел. Так, так. А, всё, население, наверное, закончилось, да? Ну ладно. Насколько хватило. Вот с одной стороны, когда вот так вот сразу, в принципе, развиваешься, это хорошо. Вот тут сразу же такая империя образуется. Уширяется, бьёт противника. А с другой стороны, чем плохо, то что города не развиты, населения очень мало. Нужно постоянно переводить новые армии. То есть даже не переблучением, как бы. Необычный переблучение. За город, допустим, занимаешься, переблучаешь. А здесь, без переблучения, приходится так вот подводить армии. А тем более, в Галле, где города нифига ещё не развитые. Так, ну что теперь, давайте, значит, так вот сделаем. Эту вот армию, готовим к высадке на Коралес. Аллерию, соответственно, мы покидаем, доверяем управлению Аллерии отряду наёмников. Будем надеять, что они справятся. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что этот архагент будет сейчас на Аллерию нападать ещё кто-нибудь. Вряд ли. Сейчас они будут сразу это делать. Так, ну давайте-ка, тут мы что-то увлеклись, как бы нас не купили здесь вот армию. Конечно, лишние расходы лучше бы убийцу сделать. Но у меня пока убийцы нет, не могу сделать. С финансами у нас, так что опять, походу, будет полный кирдык. Ладно, сейчас постепенно всё равно экономика наладится. Так, ну что здесь наши союзники? Бывает, я смотрю, даже не продвигаются больше. А это опасно, потому что там уже подходят македонцы. Если они их сомнут, уже придётся удар держать на Потавии. Поэтому по Тавии, конечно, бы желательно усиливать. И в итоге всё, что... Всё, чего мы сейчас здесь добиваемся, у нас пойдёт крахом. Потому что македонцы очень сильный солдат, если они дойдут, разобьются до своей элиты. Так, ну что, значит, завершаем ход тогда. Дипломатические сведения. Македонцы заключаются со скифами и снова перемирие с греками. Так, наборы войск, значит, в Вареце у нас набралась Берема. И продолжаем делать, значит, наших принципов. Блин, у нас финансов мало, наборы, конечно, нежелательно больше пока делать. Хотя бы переблучение давайте потихоньку здесь сделать в Гизговии. У нас, кстати, некоторые Татаргостады уже тривычки у них. Значит, удар них уже 12, но у кого Триарий... Вот видите, и Триарий уже мощная такая сила, но не знаю, как они справятся. Так, давайте, значит, подходим, подвозим Татармиков к Дунному. Здесь продолжается у нас осада Вильдинии. Здесь, в принципе, армии хватит всего Три Хода, даже если кого-то не подведут. Хотя могут за Три Ход еще кого-то подвести. Так, значит, здесь у нас сделался флот. Пробуем сейчас высадить нашу армию в Казалисе. Отлично, может быть, нам Сина тут денег даст, хотя нам, блядь, скорее всего, нам просто пообещали. Отряд. Так что давайте вперед на Казалис. Так, а Магент в Масиле можем сделать? Давайте сделаем Магент, их заоримся немного. И завершаем ход. Ага, все-таки подвели они какую-то армию сюда. Сразу же нарвались на сражение. 20 к 7, но у них опытный военачальник. Ну, бить все равно будем. Вперед, на поле битвы. Так, нас, скорее всего, сейчас будет бить. Сначала вражеская армия, которая... Ну, то есть, в кадрное подкрепление пришли. Гало. Поэтому давайте сейчас их пока разобьем. Нашу Амули и Юли, давай, иди на фланг. Так, давайте. Оп. Оп. Так вот. Оп. Вы тоже. Иду, хопа. И вы тоже. Так. Так, наша кавалерия сейчас обойдет влага с фланга. Так, кто у него здесь? Важенское ополчение, в принципе, ну, тут мечники. Ну, тут, в принципе, ничего серьезного такого. Давайте вражескую кавалерию, чтобы она к нам фланг листыла не ударила. Пехота сейчас, наша пехота здесь займет, я думаю. Ну, они даже уже побежали вон. Ну, я же говорю, в принципе, ничего серьезного. И вот, иди, давай я. Так, ну, и теперь у нас осталось, остались главные силы врага, которые идут вон оттуда. Так, давайте пока догонить еще вот этих вот и убейте их. Ну, и вообще, наши сейчас самые главные силы сначала ушатать галли и успеть. То, того, как другие начнут развиваться до своих элитных отрядов. А то нам придется уже сражаться против всех. Так, ну, давайте мы ускоримся. Время битвы, ватон, там, будет довольно долго еще идти к нам. А у нас, как бы, время уже начать поджимать. Пытается они обойти, наверное, с фланга. Как-то. Но шансов здесь у них никаких. Наш Амуль и Юли знают свое дело. Смотри, что делают. Так и пытаются они нас обойти с флангов. Давайте кавалерию вот так вот поставим сюда. То, в связи с этих попытки на нет. Ну, нет у них шансов. Но пытаются они что-то сделать. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Кх-кх-кх-кх-кх-кх. Отлично, ваговый начальник убит Так, ну что, сколько у нас, так, двенадцать, двадцать семь мы потеряли врага, врага четыре с четыре убитых мы убили, опыта, ну всё, взяли мы Вильдиний, ну, давайте займём поселение, здесь, вероятно, мало мысления поселения, в смысле, так, дальше, 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 а что дальше, а дальше, атакуем теперь Лукдуном, берём Лосаду дальше, продолжаем массивные наступления на галов, снова греки воюют с македонцами, Египет исключил союз с фонтом из Пахфии, ну, скорее всего, против селевкидов, а против кого же ещё, галоса с цепионами перемирия объявили, сообщение о наборе, так, в Афреции, вот, сад, принцип ещё сделались, тут ещё нам четыре отряда пехоты осталось, и уничников сделаем, и, в принципе, ещё одна армия готова, Масили у нас тайный агент сделался, в Гиргове переобучился ряд садников, давайте ещё один отряда переобучим, да уж, здесь, конечно, пополняться, переобучаться долго придётся, так, итоги периода, о, у галов крупной армии, ну, меня, в принципе, не пугать, если, конечно, там дружинников нету, но я так думаю, что у них дружинников ещё не должно, наверное, быть, так, ну, давайте нашего агента сейчас приведём, разведываем здесь обстановку, так, ага, арбом Максус здесь тоже, в принципе, защиты никакой, ещё немного, вот, прорвёмся, вот, к этому уже побережью, прижмём галов сюда, вот, ближе, к проливу, ну, а здесь уже всё будет наше, тут у нас, в России, видимо, повстанческой территории, потому что, как вы можете видеть границы, так, смотрим, что у нас в передине, а в передине, ну, скорее всего, нет ничего, ну, как я и думал, нет там ничего и никого, так, давайте теперь сюда, вот, тут нам показались, нужно брать, осаждаем, значит, казались мы, шесть ходов, здесь кто у них, кавалерия с круглыми щитами, и карфагенские иконные затречки, карфагенские пекинёры, население, ну, блин, население тоже крайне маленькое, всего 475, смысла сейчас от этого города нету, ну, что ж, пускай, для коллекции всё равно же, всё равно же никогда не всё вырастет, на будущее, так сказать, это задел на будущее, так, ну, что наша, значит, цель дальнейшая, взять вот здесь вот в Угдуном, в Береговье мы здесь пока увязли, потому что здесь пополнять с нашу армию нужно, во-первых, ну, здесь нужно оставить хоть какой-то гарнизон, можно, конечно, нанять наёмников, как мы это сделали Валерии, например. Ну, там посмотрим, там будет видно нам, там бы, конечно, нежелательно так вот здесь надолго задерживать, нужно бы быстро-быстро-быстро решать вопрос с Галом, с Галами, так вот, что у них здесь осталось, так, наш Болмарцевский, я не помню, докуда наш Болмарцевский граница идёт, до побережья, нет, по-моему, нет, а, здесь вот же показано, наш Болмарцевский, значит, здесь в пещерной территории будет у Галов, это явно вот тут вот где-то, так, плюс ещё вот этот вот город остался, и тут вот, у них, ну, в принципе, у них ещё довольно много городов, плюс 10 у них столицы, по всей видимости, да, столицы у них, возможно, даже развитые, там, какие-то отряды есть, давай сейчас нашим агентам, наверное, следующий раз поедём туда, так, ну давайте, может быть, ещё один ход сделаем, и будем завершать нашу серию, так, и что тут у нас? получилось, так, сцепён снова и с Галами, греки, но в перемирии смотрят, у них каждый ход уже удар, внимание не можно защищать, так, варец у нас принципы сделались, ещё три отряда и ещё четыре отряда стрелков, и, в принципе, армия будет готова. так, ну и давайте медлитву сейчас, чтобы нам остался отряд, отряд всё переключить. так, варец, значит, у нас сделался форум, давайте теперь оружение здесь сделаем, у нас уже десять тысяч населения, подходит постепенно к двенадцати тысячам. так, Потавий, казармы легионеров. давайте здесь военные конюшни сделаем теперь. Потавий, кстати, даже уже обогнал ареции по росту населения. так, вот Гиргория, площадка для облучения, давайте рынок строим. Итоги периода у нас снова был небольшой плюс, правда же опять не, деньги мы затратили сильно довольно. так, ну от Гиргория мы, наверное, может быть, дальше даже можем Нарву Марсову взять. Здесь возьмём Лукдуну, потом пойдём вот сюда, вот, на столицу. Так, ну в Вензине здесь пока, в общем-то, нам никуда идти, никуда идти, никуда. Хотя, гнезон, конечно, можно сделать, но, блин, так, у нас ухудшается, кстати. Давайте поставим здесь свой храм. Вот так вот. Здесь у нас недовольство начинает постепенно проявляться. Так, ну ещё уголок, вот здесь вот армии есть, куда они поведут, я не знаю, вероятно, нацелены они вот на эту вот армию, которая у нас сейчас Лукдуну насаждает. Так, ну агенты хотят посмотреть, что там в столице, да? Блин, немного он не дошёл на этом ходу, не видно. Ну ладно, значит, в следующий раз посмотрим, в следующей серии. Тут у нас был Максус, мы точно знаем, что у них гнезон маленький. Конечно, могут они на помощь ещё вот отсюда, в соседних городах вывезти, но всё равно, в принципе, одно раз мне должно хватить на захват этого города. Так, здесь, соответственно, пока продолжаем создать Коралис. Граффагент тут уже подросил всё подкрепление. Хотя, может быть, я его штурмом возьму на следующем ходу. Так, здесь у нас, значит, продолжаем собирать армию. Гальский дипломат ходит. Так, ну что, у нас, в принципе, пока идёт всё нормально, но, блин, в некоторых местах мы увязли, в основном из-за недостаточно. Ладно, надеюсь, здесь как-нибудь всё-таки выпрямимся на наше положение, наши финансы, может быть, поправятся. Сейчас мы снизили расходы. На прошлом ходу, когда расходов было много, но это там постройки были в основном. Потому что... Так, ну что на этом? Нашу серию, наверное, завершим. Тут наши союзники, будто в какой-то веке пошли сюда, вот, к Сингидуну, но здесь их уже создают македонцы. В любом случае, придётся с македонью нашим союзниками воевать, связываться в битву. Так, носится пионы после захвата Ниссана, пока больше не продвигаются. Хотя с карфагенами они тоже плотно воюют, похоже. Так, ну и всё, всем пока, до новых встреч!